Девушки отдыхают Да, он такой у меня Он поздно возвращается и рано уходит Мы не каждый день видимся Это он так шутит Как будто это не он прислал сообщение А ты что, мужа отменяешь? С чего ты взял? Аня Тут такая ситуация Один вопрос Почему? Потому что с тем другим мужчиной Я чувствую себя женщиной Ах, так это меняет дело Я думала, ты просто на стороне гуляешь А тут, оказывается, все так увлекательно А интересно Он рядом с чужей женой Кем себя чувствует? Неужели мужчиной? Всегда виноват мужчина Даже если ты не права Но если вдруг Ты решила к нему прийти Не смей извиняться Пускай сам приползет Юль, ну Я же знаю, что я не права Что значит сам приползет? Викуль, если он тебе очень нужен Значит, бери его за жаброй И тащи домой Вы будете семьей Если ты будешь вести себя Как будто вы семья А тут как на войне Либо ты, либо он Я, между прочим, рамулику Еще нас и Владимир дала понять Ничего, это ты мне там дала понять Чтоб ты не влезал, когда я разговариваю Я понял Юль, спасибо тебе, конечно, за совет Но у тебя свои методы А у меня Свои Ну, значит, так всю жизнь за ним и будешь бегать Пока Ты уж прости Я понимаю, как тебе все это неприятно Но я надеюсь, это останется между нами Между нами останется вот эта дверь Которую я сейчас закрою Приятно провести время Если ты думаешь, что я сейчас к нему То ты ошибаешься Коли, то ты ошибаешься А я иди А я иди А я иди Алло, Юль Привет, приезжай ко мне Ну, конечно, срочно Я звоню когда-нибудь по пустякам Ну, ладно, может, пару раз. Нравится? Да, очень. Можно я не пойду тебя провожать? Мне лень. Хорошо. А может, если ты останешь? Ну, я никуда не уеду. А ну, ладно, я... Костя! 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 Костя, ты спишь? Костя! Ну, не обижайся. Это я во всём виновата. Прости меня, пожалуйста. Ну, может быть, просто я не знаю, как вести себя с мужчиной, которого действительно люблю. Костя, ну, я понимаю, что ты обижаешься, но я могу всё объяснить. Я... Я не знаю, как ты это всё воспримешь, но дело в том, что я... Жалко. 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 На самом интересном месте. Ну что, поздравляю с покупкой. С таким комфортным салоном вы ещё полюбите пробки. Так, держите бумажку и на оформление. Удачи! Иван Николаевич, зайди ко мне, пожалуйста. О, если так обедать, то можно и не ужинать. Ваня, можешь мне честно ответить на один вопрос? Да, но только на один. Вот, сядь. Вот скажи мне... Что бы ты сделал... Так. Если бы узнал, что тебе изменяет жена? Мало того, что она обманывает мужа, она ещё и меня обманывала. Она говорила ему, что едет ко мне на целый день. А сама ездила к этому хахалю. Нет, я ей представить не могла, что Оля изменяет Юре. Ты что, всё знала? Рюль, а ты почему мне ничего не сказала? Аня. Такая разница, кто там с кем. Ну, главное, чтобы наши дети были здоровы. А что мне теперь делать? А что вообще делать в таких случаях? Смотри, главное, дай ей понять, что на тебя рассчитывать она больше не может. И не лезь. Всё равно крайней останешься. Да, может, и права. Пусть Оль сама разбирается со своим мужем. Ну, конечно. А вот тот кобель ещё пожалеет, что Оля мне войдет в тело. Ань! Аня, а зачем ты это делаешь? Ой, а что, я вас там отвлекаю? Нет, просто зачем ты всё это пишешь? А я не тебе пишу. И вообще, скажи спасибо Юле, что она отговорила меня звонить твоему мужу. Ань! Аньечка, а давай ты не будешь лезть в мою личную жизнь? И я в ней разберусь как-нибудь сама. Я лезу в твою жизнь? Нет, я просто воспользовалась твоим планшетом, как и ты мной. А со своей личной жизнью ты теперь разбирайся сама. Понятно? Легче стало? Да. Отлично. Нет. Немного. Понимаешь, что-то она к Ане зачастила. К твоей Ане. Ну, к бывшей твоей Ане. Ну и что вы? А то, что... То, что нет никакой Ани. Понимаешь? Вообще нет. Она ни к Ане ездит. У неё кто-то ездит. У кого? У Оли? Да. Слушайте, перестаньте. Вы себя накручиваете, Юрен. Что-то накручиваете. Она приходит домой поздно. Избегает... Ну, нет... У нас секса нет. Ну, это ничего не значит. Значит! Это значит! Я сам так делаю. И потом, парфюм. Я видел, как она по интернету парфюм заказывала. Мужской. И немой. Понимаешь, я одним парфюмом, сколько себя помню, пользуюсь. И она это знает. Это знают все. Фу. Я так больше не могу. Я поеду. 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 К ней. Отвези меня. К Ане. А то я уже принял. Успокоительное. Зачем? Ну, Юрий Анатольевич. Да потому что не бывает. Не бывает так. Не верю я, что они будут целый день занавески вешать, как она мне сказала. Я хочу это увидеть. Поехали. Поехали. Юрий Анатольевич, слушайте, а зачем ехать, когда можно просто позвонить? Ну, сейчас позвоним Ане и все узнаем. Сейчас. Позвоним Ане и все узнаем. Хорошо. Звони давай. Угу. Звоню. Да. Да. Ань, привет. Чего? Извини за идиотский вопрос. Ну, Оля же у тебя. Дай мне другую. Слушай, да я понимаю, что звучит странно, но Юра у нас немножко заработался. Да, и немножко сходит с ума. В общем, да. Слышь, уверен, что ему Оля изменяет. Вот. Говорит, что она купила какому-то мужику деколон. В общем, Аня, дай Оле телефон, Юра хочет с ней поговорить. Алё. Я все слышала. За кого ты меня принимаешь? Ну, извини меня, а деколон... А деколон – это, между прочим, подарок тебе. Да? Что вдруг? С какой стати? Ты помнишь день нашего первого свидания? Ну, да, конечно, и... Вот. Вот, не помнишь. А я виновата. Ну, это не мой, а деколон. Это все знают. А тебе не кажется, что в этой жизни нужно хоть иногда что-то менять? Тем более, его запах старит тебя лет на пять. Ну, хорошо. Прости, я просто подумал, что... Вот и думай дальше. Да. О! Ой! Я бы так не мог расстаться с женщиной, продолжать ее любить. Так. Поехали. Куда? Коля! За... Я вёл себя как дурак. Я просто обязан перед ней лениться. Поехали! Угу. Давайте, едем. Я иду, иду. Иду, иду. Поехали. Поехали! Поехали! Что он здесь делает? А может быть, я тоже по нему соскучился. Вот. И с кем мне нужно было говорить о тебе, не с тобой же. Почему? А потому что с тобой что-то происходит. То тебя одно не устраивает, то другое. такое ощущение, что специально хочешь поссориться. А мы с Андрухой быстро нашли общий язык. Большую часть Центральной Америки занимают горы, входящие в горную систему Кордилье. Андрей, Кириллович, Кириллович, нужно срочно поговорить. Через полчаса? Продолжим. Там преобладают сильно раздробленные гористые местности. Андрей Кириллович, это срочное дело касается нашего медработника Виктории Николаевны. Пять минут. Дети, вы не против, если сегодня я отпущу вас чуть пораньше? Тихо, тихо! Уходим по одному. Если что, я вас не отпускаю. Ладно. Я врал тебе, чтобы быть с тобой. Зачем ты ему врешь? Во-первых, я не вру. Вообще-то тебя не касается. Зачем ты мне тогда звонишь? Зачем встречаешься со мной? Или что ты думал? Поманила мужчину, и все. Предел его мечтаний. Все. Я пошел. Мне надо выпить. Подожди, я с тобой. Такое ощущение, что Андрей мне чаще говорит правду, чем ты. И мне тоже нужно выпить. А ключи у тебя есть за кого. Оля. Да. Алло. Юля, привет. Это я. Только не говори Ане, что это я. Я слышала твой голос, и я знаю, что ты сейчас с ней. Да. Слушай, мой муж едет к вам. Зачем? Ну, он хочет попросить у меня прощения. Слушай, ну, долго объяснять. В общем, я сейчас тоже к вам приеду. Слушай, Аня сильно на меня обиделась? Ну, это мягко сказано. Юлечка, пожалуйста, уговори Ане, чтобы она меня впустила. ты же знаешь ее, он меня убьет. Ну, пожалуйста, мне больше некому, кроме тебя, обратиться. Ну, хорошо. Я постараюсь. Спасибо. Ты одна меня всегда понимала. Спасибо. Спасибо. Даня. Ваня, меня не выпускают из гостиницы. Говорят, что ты им должен денег за месяц. А за мной-то в любом случае вернешься. Ваня, сделай что-нибудь. Ну, ладно, Даня, сейчас я заеду. Давай. Куда? Даня? Даня, приспичиваю ей, чтобы я картину вернул. Ну, родители нам подарили, так что я сейчас в 8 на 5 минут домой заскочу, картину заберу, а то потом буду кругом виноват. Ну, вы же знаете женщину. Да. А, да. Ну, раз знаете, вам тогда нужно вот сюда, цветочник. Зачем? Мы же извиняться едем. Что за дурацкие вопросы? Что значит это так необходимо? Да успокойся ты. Я же не мог при твоем боже сказать, да, Оля, сейчас приеду и плачу наш номер гостиницы. Кстати, я платил. Зачем тебе картина? Потом объясню. Пули и кани, Оля. А если я приеду, позже вас? Не приедешь. Мы с Юрой не будем торопиться. Вперед. Про вино это ты хорошо придумал. Вино никогда лишнего не бывает. Фу. Не, Юрий Андреевич, это очень сладкое. Да? Тут надо что-нибудь полусладкое, желательно чилийское. Вот, чили. Оля же любит чилийское вино. Да, но нет, я не знаю, я без понятия. Вот это берем. Я не должен такой тонкий ценитель, Рина. Ань, ты пойми, от этого никто не застрахован. Это Оля. Я не открою. Подожди, тебе что, даже нелюбопытно, что она скажет? Нет. Хочешь, сама с ней разговаривай. Я поговорю. Где она? Мне нужно с ней поговорить. Она не хочет. Ань, я хочу все объяснить. Ань, ну не хочешь говорить, не говори, ну хотя бы просто послушай. Пусть забирает свой планшет и уходит. Все, давайте имеешь с собой сами разбирать. Мне надоело быть перевозчиком с русского на русский. Ну, Аня, пожалуйста. Я живу с человеком, который не любит меня и изменяет мне. Я понимаю, что нужно было давно уже с ним расстаться, но они все такие сильные, как ты. Помоги мне. Умоляю тебя. Так, быстро встал и пошел домой. Или только, чтобы я разозлилась. Я тебе советую это не делать. А что ты раскомандовалась, а? Кто ты вообще такая? Мне и ему. Жена, девушка, друг. Костя, рот закрой и делай то, что тебе говорят. А что ты у меня рода такая же? Я буду делать то, что я хочу и говорить то, что я хочу. Красава. Так с этими шмарами и надо. Чего он как-то бы назвал? Чего? Шмарам слова не давали. Что ты сказал? Так? Подойдите немедленно. Извините, перед нами. Юрий Анатольевич, а какими судьбами? Я... Соскучился. Соскучился. Оля здесь? Да. Проходите. Спасибо. Спасибо. А ты что здесь делаешь? Юрий Анатольевич выпил, я его привез. Тебе не нужна? Ну, просто... Не нужна, я подумал, может быть, тебе... А ты более дурацкой причины не мог придумать, чтобы меня увидеть? Придумаю. Красивые шторы. Как будто всегда здесь висели. Надо нам тоже поменять шторы. Оль, я тебе сказать хотел. Дома скажешь. По-моему. А... Можно я вас, Олю, украду? Да, конечно. А то она мне за целый день надоела. Вань, отвезешь нас, да? Да, конечно. Поставь меня. Дай себе. Тебе. Идите. А, я понял. Внизу. Я догоню. Пойдем. До свидания. Счастливо. Спасибо. Да не за что. Зачем вы полезли? Поверить не могу. Учитель географии и педиатр устроили пьяную драку. Ну, хоть кто-то вправил вам мозги. Вообще-то это все из-за тебя. Пределись, наконец-то, кто тебе нужен и хотя бы что тебе нужно. Дело в том, что я беременна. И не знаю, от кого из вас, но люблю я Костю, поэтому не знаю, как правильно поступить, если отцом ребенка окажется Андрей. Поэтому я решила, что некоторое время я должна побыть одна и все хорошо обдумать. Дело в том, что я решила, что некоторое время я должна побыть одна и все как следует обдумать. Да, Оля, теперь твоя должница. И твоя. Нет. Я больше с ней ничего общего иметь не хочу. Ладно, спасибо. Давай, пока. Пока. Алло, привет. Можешь говорить? Да. У Юры оказывается какая-то важная деловая встреча. Знаю, что это с дела. Оля, а что за сообщение? Почему я-то подонок? Причем здесь муж? Кто все? Я вообще ничего не понимаю. Я сегодня забыла свой планшет у Ани. Она что, все знает о нас? Не о нас. Обо мне. Я вообще не знаю, каким чудом я сегодня не попалась. Слушай, может быть, это не просто совпадение? Может быть, нам стоит какое-то время не вериться? Что-то о глупости. Прям теория заговора какая-то. Просто нам нужно быть в три раза осторожнее. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok